Депутаты Госдумы предложили создать электросамокатную полицию, блин, вот это же, то есть электросамокатчики так всех напугали, что электросамокатная полиция, а они тоже будут на электросамокатах, только более мощные, вы будете весело, полицейские на самокатах. Но, в принципе, достаточно эффективная штуковина, если бы я захватывал там города, ну, стал бы перед вопросом, как захватить какой-то конкретный город, да, то я бы использовал для бойцов электросамокат, это самый лучший вариант, можно себе представить. То есть он тащит там, ну, некоторые модели, чуть ли не 200 килограмм, то есть двоих человек может увезти с вооружения, но одного-то точно в полной экипировке. Журналиста «Честной Якутии» задержали накануне приезда Путина, это Петр Шепелов, и его, ну, я не знаю, наверное, арестовали по административке, то есть я так понимаю, что его не хотели допускать в город, ну, чтобы за ним не пасти, потому что если он там критикует местных олигархов, режим и так далее, то есть его куда-то... выхватили, когда он выносил мусор, надеемся, что его скоро выпустят, хотя не факт. То есть Путин как раз вот журналистов, вот этих сердечников, цветочников, ну, до кого они могут долезть, и все, и они демонстрируют вот эту сейчас актрису, вот как ее, господи, в список экстремистов и террористов вынесли, которые ОБС-студия Татьяна, какая она экстремистка и террористка. Ну, нет, для них, и причем это равноценно, вот поймать там кого-то из наших партизан, кто там, я не знаю, совершает серьезные акции, да, с большим ущербом для Путина, и поймать вот эту сердечнику, для них же одинаково. Лазарева, Татьяна Лазарева, да, в Приморском крае мост свалился очередной, причем достаточно большой, какой-то Кировка, Никола Михайловка, Яковлевка. Ну, бывает. И вот как наш соратник пишет, у Путина все по плану, один мост построили, 50 упало. Ну, так и есть, только соотношение, наверное, больше, на один, наверное, 100 упавших мостов. Мужчины в камуфляже с автоматами блокировали рынок в Екатеринбурге, там всех выгнали нафиг этих покупателей, продавцов всех похватали. Я понимаю, там ищут мигрантов без документов, кого-то на фронт хотят отправить, ну, в общем, развлекаются. А может быть, сейчас непонятно, а может быть, они пришли туда просто рынок отжать. Ну, сейчас уже можно, сейчас, понимаете, появились личные у кого-то войска какие-то там. Они раньше все сцикливые были, да, они этого им все не делали, ну, потому что они трубу имели, можно так все получить там, а, у Путина подписать. А сейчас они будут силой оружия друг у друга отнимать, и это уже хорошо. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белыха будут выпускать, говорят, на свободу 21 июня. И вот, я думаю, либералы будут радоваться, вот видите, они же считают, что это Никита Белых, это какой-то этот герой, герой демократии. Ну, что я могу сказать, если меня спросят, как я отношусь к Никите Белыху, ну, у нас же, в принципе, все грабиши России обязательно будут уничтожены. Такой же, ну, только с большим выпендрежем, с большими понтами. В РФ может возникнуть дефицит питьевой воды, 90% водоочистных сооружений сильно изношены. О, видите, какая хорошая подсказка, то есть нам дали подсказку в Госдуме, вот они, что-то надо думать по этому поводу в Госдуме. Да что вам-то думать, мы все придумаем, не волнуйтесь. 90% изношены, а 10% партизаны уж добьют, я думаю, и все будет в порядке. Дефицит автомехаников России достиг критической отметки. Говорят, что на одного сотрудника сегодня пять вакансий. Представляете, как здорово. То есть вам скажут, вот надо быстрее еще у таджиков привезти. И там же все таджики-то автомеханики наверняка. А почему это произошло? Почему пять вакансий на одного сотрудника? А потому что всех их первых отправили на войну. Там танки ремонтировать, гайки крутить и так далее. То есть все они водители, все подходят. Вчера 20-летний гражданин Таджикистана, несколько дней назад приехавший в Москву, пришел в храм святого праведного воина адмирала Федора Ушакова в Южном Бутове с молельным ковриком в руках, задул все свечи, горевшие в храме, и толкнул прихожанку, которая, я так понимаю, замечание сделала. Вскоре после этого был задержан полицией. Следственный комитет сообщает, что возбуждено уголовное дело, задержанное обвинять нарушение права на свободу, совесть вероисповедания. Им грозит догод лишения свободы. Вопрос к знатокам. Зачем он это сделал? Ну, представьте, он приехал несколько дней назад, пришел, навыкендривался в православном храме, и все, и теперь сядет. Зачем он это сделал? Вопрос. Ради чего? Вы думаете, он шибко верующий? Я не буду втомить вас. Дело не в этом. Он приехал в эту свою диаспору, он посмотрел, что там творится, он понял, что ему место там самое-самое-самое. А он весьма пассионарный, судя по всему. И он сразу решил какое-то место более почетное занять для себя. Вот таким образом. Понимаете, да? Ну, то есть, это тот же вот вариант. Ну, не буду говорить, потому что потом придерутся. Я хотел про одного героя Советского Союза рассказать. Абсолютно стандартный вариант. То есть, один день находится в действующей армии, и на следующий день совершает подвиг, который стоит ему жизни. То есть, казалось бы, зачем, да нифига себе. Вот, это очень похоже. Внутренне похоже. По ощущениям похоже. Пробный шаг. Да, это, конечно, ну, это как бы, я понимаю, что, может быть, кто-то с ним и работал, с этим таджиком. Но это личное его решение. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком информацию о том, что регион примет 20 тысяч мигрантов из Афганистана. Когда я прочитал информацию про 20 тысяч мигрантов, я подумал, что это может быть фейком. Даже наверняка это фейком. Но сказал в эфире. Знаете почему? Я не хотел там говорить лишнего про мигрантов, поскольку у меня как бы это, ну, по барабану. Мы понимаем, что от наших слов в этом смысле ничего не изменится. Но я хотел узнать, слушают меня в оперативном штабе Краснодарского края. Ну, и вообще. Ну, или там в администрации президента. Теперь я понимаю, что они меня слышат. Да, потому что вообще это интересно. И бывший совладелец лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс». Одни трансы, видите. Алексей Тайчер задержан в Москве. Ну, я думаю, что будут из него деньги вытряхивать. Но это не только из-за этого. То есть началась определенная кампания, и Путин разбирается с определенной организованной преступной группировкой, которая действует на территории России. И не только Путин. Обратите внимание, Лукашенко. 19-летняя девушка с ножом пыталась напасть на посетителей магазина. Воскресенский в нее бросили, метко бросили корзину железную. Ну, она пока была дезориентирована, ее разоружили. Ну, в Саранске лось на заборе больницы очередной повис и погиб. Ну, это просто жесть какая-то, что творится с этими лосями. В Сочи парочка гуляла вдоль берега, обоих накрыла волна. Девушку унесло. Ее трое сутки не мог найти. И до этого девушку полицейского смыла, до этого парня какого-то смыл. То есть, там человек 10 уже смыл в Сочи с набережной. Потрясающая ситуация. И вот вообще чудовищная вещь происходит. В Лобне взрыв. Два слесаря, меняющие водопроводные трубы, пострадали при взрыве газа. Какая связь труб-водопроводная? Ну, понятно, что они включили горелку, а там был газ, и они подорвались. Женщина провела под завалом более двух дней. Это в деревне Дели. Но не в Индии, а под Тверью. Обрушился потолок, и хозяйка не вышла на работу. Там очень удивились. Не выходит, не отвечает. Приехали, ну, откопали. Но она там уже к этому времени два дня находилась под завалами. Ну, вроде живая. Вячеслав, почему вы не признаете, что Чечня в оккупации России, и Россия, оккупировав Чечню, установила, оккупировав Чечню, Российскую оккупационную администрацию АСАД. А кто вам сказал, что я это не признаю? Мы железобетонно признаем Ичкерию, железобетонно. Как самостоятельное государство. Как страну, которая имеет все права на независимость. И когда мы возьмем власть, то я гарантирую на сто процентов, что в Чечне пройдет референдум. о пути, да, какой выберут, таким пойдут. Я уверен, что выберут независимость. Ну, и дай бог, какие проблемы. Кто вам сказал, почему вы меня сравниваете с какими-то там либералами, которые думают, чечня наш. Ну, иди и забери вашу. Продолжение следует...